Если кому-то показалось, что ответная шутка Илона Маска Рогозину исчерпалась либо запуском, либо стыковкой дракона, то такие, безусловно, ошиблись. Ведь в чем был основной смысл этой пикировки? В свое время Рогозин растопырил пальцы в плане того, что РФ и конкретно Роскосмос является единственным существующим вариантом доставки астронавтов на орбиту, и вот Маск показал, что это уже не так. Ну а тем более, когда взять два фото дракона и российского клоповника изнутри с экипажем, то все становится на место. Но ведь еще до этого SpaceX обошла всех, в том числе и Роскосмос, по всем остальным сегментам космического транспорта. В первую очередь это касается многоразовой ракеты Falcon 9 5 серии. Кроме того, что она имеет способность возвращаться для повторного использования, ее дизайн предполагает принципиальную возможность делать это до 10 раз. Пока этого рубежа не достиг ни один ускоритель, но ведь и процесс только недавно пошел. Кроме того, компания продемонстрировала работу тяжелой транспортной системы, состоящей из связки трех Falcon. А главное, SpaceX вышла на завидную регулярность и надежность стартов. Пилотируемая программа просто показала, что и это под силу компании, а перспективы связываются с абсолютно новой транспортной системой, которая сейчас проходит начальный этап испытаний. Но пока Starship еще находится в стадии разработки, действующая система, основанная на ракете Falcon 9, готовится продемонстрировать два абсолютных рекорда подряд. И первый из них касается частоты запусков. Только 30 мая на орбиту ушел Dragon, а уже на 3 июня запланирован старт Starlink 8. Мы помним, что этот старт был запланирован на 17 мая, потом перенесен на 18 мая из-за погоды, а потом был отменен вовсе, поскольку впереди был старт пилотируемой миссии, что требовало уже подготовки стартовой площадки. Но тогда было еще одно препятствие. Ведь старт любой миссии в исполнении SpaceX предполагает возврат ускорителя первой ступени, тот самый Falcon 9, а посадку этой ступени осуществляют на морскую платформу, которая потом доставляет его в порт Cape Canaveral. Поскольку происходит это на удалении 500-600 километров от берега, то тихоходной барже нужно время для того, чтобы вернуться в порт, разгрузиться и снова уйти в море на то же самое расстояние. Этот ритм тоже следует учитывать, поскольку преодоление 1000-1200 километров требует времени. Таким образом, готовность посадочной платформы стала основным бутылочным горлышком системы. Но вот уже объявлено, что перенесенная 17 мая миссия готовится к старту на 9.25 вечера по восточному времени 3 июня, 2.25 UTC 4 июня, что является рекордно коротким промежутком времени между стартами с одной и той же площадки. Но, как оказалось, теперь ситуация изменилась и бутылочного горлышка уже нет. Известно, что SpaceX выполняла старты с двух площадок – на восточном Флорида и западном Калифорнии побережьях США. Это было обусловлено тем, что с восточной площадки запускались грузы с экваториальной орбитальной ориентацией, а с западной спутники имели полюсную ориентацию. Это было обусловлено тем, что при полюсной ориентации орбиты ракета уходила в сторону Кубы, и это была проблема, ввиду непростых отношений с этим осколком коммунизма. Но теперь это ограничение удалось снять, и с флоридской площадки можно запускать ракеты в любом направлении. В общем, компания имела две плавучие посадочные платформы, но разнесенные по двум побережьям, а теперь обе они находятся в Кейп-Канаверал. Но платформа Just Read the Instructions, GRTI находилась на длительной модернизации, а потому была недоступной для использования. Поскольку в последние пару недель GRTI проходила ходовые испытания, то очередной выход в море был воспринят как простой тест. Но когда прошло сообщение о том, что площадка 39A уже готовится для старта миссии Starlink-8, назначенному на вечер 3 мая по времени восточного побережья, стало очевидно, что именно GRTI и будет принимать ускоритель Falcon 9 B1049, обеспечивающий вывод спутников этой миссии на орбиту. Ведь по протоколу принимающая платформа должна быть в месте посадки не позднее, чем за 24 часа до расчетного времени. А это значит, что именно эта платформа и выдвинута, как принимающая, и это не испытание. На самом деле платформа прошла полную модернизацию и является самой совершенной в своем типе. Там стоит полностью новая силовая установка, блоки питания и роботизированный комплекс Octagrabber. В общем, это теперь ультрасовременная машина, которая позволит удвоить пропускную способность посадочного комплекса SpaceX и, судя по тому, что старт назначен буквально через несколько дней, говорит о том, что теперь бутылочным горлышком становится именно стартовый комплекс, который надо привести в готовность после запуска предыдущей ракеты. Но в любом случае запуск с таким интервалом станет рекордным и в принципе покажет, что при наличии достаточного количества ускорителей и полезной нагрузки SpaceX готова выдать такую скорострельность, что она конкурентам даже в кошмарном сне не снилась. Второй рекорд может преподнести сам ускоритель Falcon 9 B1048. Он станет вторым в истории, который совершит пятый запуск и, возможно, будет первым, совершившим пятую удачную посадку. Напомним, в апреле в ускорителе, который совершал свой пятый старт, что было впервые в индустрии, произошел сбой двигателя на фазе вывода полезной нагрузки и бортовой компьютер перераспределил мощность двигателей, чтобы успешно вывести на орбиту полезную нагрузку. Но для этого пришлось сжечь топливо, предназначенное для посадки, и потому ускоритель разбился, поскольку нечем было гасить скорость. Если все пройдет штатно, Falcon 9 B1048 впервые в истории сможет в шестой раз выйти на старт и сделать еще один шаг к проектному количеству запусков для Falcon 9 пятого блока, а именно 10 стартов. Если это батут, то пускай будет батутом, но о таком батуте Рогозину не стоит даже мечтать. Сначала нужно научиться сверлить дырку в нужном месте и правильно всовывать датчики, поскольку в противном случае получается одно и то же, вот так и даже хуже. Но и это еще не все. В миссии Starlink 8 дебютирует новый блок вывода спутников. Кроме всего прочего, в нем резервируются места для небольших сторонних спутников, кроме штатных 60 Starlink. Уже в этот раз в Райтшер помещены три спутника SkySat по 125 килограммов каждый, принадлежащие Earth Planet, которая проводит съемки земной поверхности. Известно, что вывод каждого спутника обошелся компанией примерно в миллион долларов. То есть SpaceX задает возможным клиентам массово-габаритные характеристики их спутников, которые входят в стандартные слоты Райтшер, и что главное, клиенты теперь знают, что в каждом старте будет присутствовать место для сторонних спутников, а потому его можно бронировать заранее. А с учетом того, что SpaceX планировала уже в этом году, до пандемии, довести количество стартов до 20 и более в год, то любой клиент может уже легко рассчитывать свои силы для того, чтобы его спутник гарантированно оказался на орбите в нужный момент. Это значит, что запускается совершенно невероятный сервис вывода спутников на орбиту, который делает эту процедуру простой и предсказуемой. Понятно, что тот мизер, который имеет Роскосмос по запуску сторонней полезной нагрузки, уйдет в предсказуемом направлении просто потому, что у SpaceX это будет быстрее, дешевле и удобнее. Ну и сами спутники из партии Starlink-8 получат некоторые новшества, которые уменьшат их отражающую способность, о чем просили астрономы. Ну и понятно, группировка спутников уже достигнет почти 500 единиц, что должно позволить более широкое тестирование системы. В общем, если брать во внимание и предстоящий старт, то шутка-маска выглядит более объемно и серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok